Внимание! Челленджер или претендент на этот титул, на этот клуб Александра и друзья. Ну, а как всегда, ринг покажет правду. Видим уверенность глаза. Сегодня это не может не радовать. В первых рядах в партере сият самые где подчас количество мест. Параллельно... Зрелищный поединок, потому что... На заднем плане он выходит в команде Александра. Впечатляет на самом деле это зрелище. И самое интересное, самое главное это титул. Написано было иду на вы. Это древние слова. Мы видим Александра Зимина. Тренер. Марко Каптан У. Русский видят победки. Да. Мы слышим овацию зала. Оба. В глаза. Пилограмм. Вес. Это... Ему нужно постоянно идти вперед. Не нужно забывать, что Марко... Джо попадает в хюк. Даже больше половины своего... Вообще своих ударных действий он производит. Такой расчетливый боксер. Да, вот такая неожиданная серия. Марко Кука. Когда всяком Кука решила поменять тактику, чтобы Поветкин был менее приспособлен. Ну да, то есть они рассчитывали, что Поветкин будет готовиться к одному стилю. Преимущество в ударной мощи. Преимущество в весе. Количество килограммов или грамм. Желание того и другого боксера. Желание уже. Так заканчивается в перерыве или уже во втором ровне мы сможем обсудить в прошедшее время. Людей, которые не путешествуют по России при первой же возможности. Очень эмоционален был. Немножко переждал, мне кажется, первый раунд. Точный джеб. Может, один точный джеб. Марко Куки попал больше. Браво. Да, вот такой увесистый удар через защиту получил сейчас Кука. Течение. Губу, видимо, разбил. Саша, это был тот самый удар. Неплохо. Очень хорошо. Уже нет такого нервного напряжения в этом раунде. Он упускает ситуацию. И начал нервничать. Отличный раунд проводит Александр. Еще удар по корпусу. Или Александру стиль, или так. Я просто очень сильно переживаю, так что и многие. Стиль его сегодня на боксерский вечер. Возмутим наставник Александра. Все в том случае нельзя терять голову и сильными ударами атаковать. Вот только бой выходит за сферу ринга. Вот этими неожиданными всплеснями. И мы... Отлично. Попал отличный. Правый прямой. Ажиотаж. Какой ажиотаж в зале. Какой ажиотаж в зале. Уверенность и ухиотаж. Отлично. Началось. Правый в туловище. Еще одна серия. Телер-раунды. Отлично. Еще один левый в корпус. Ну что, мне нравится. Этот раунд был еще лучше. Еще лучше, чем второй. Абсолютно с вами согласен. Конечно, кроватью. Нужно было слушать радио. Вот сейчас в углу немецкого боксера был, если не скандал, то очень такие... Да нету рядом. Только его тени остаются. Как только Александр делает паузу, получаются вот такие вот вещи. Посмотрите-ка. Разошелся хук. Да, чудом ушел. Раунд и последующие. Пропустил Саша, сведу по всему. Может стать роковым. Да. Ситуацию. Или даже подсматривает записки судей. И знает взорваться. Вот только-только он выровнял. Казалось, выровнял бой. И Поветкин начал снова победить до конца боя. Да, очень часто ведь чем-то недовольны зрители в зале. Показал зуба. Продемонстрировал, что не зря он является чемпионом мира. Абсолютно верно. Вновь удар в затылок. Ну и Саша. Это посмотрим, вот этот эпизод. Слишком часто Поветкин остается. Из виду противника. Из виду. И он пытается, вроде пытается немножко подсесть. И использовать зрение. Но ход боя в свою сторону. Как бы поменять ситуацию, чтобы идешь впереди. Тебе легче боксировать. А вот догонять всегда сложнее. Удача. Перед бурей, наверное. Скорее всего, именно так. Средняя сила удара. Вновь уходит вниз Александр. Хорошо. Причем как-то интересно. Он попадает. Просто представил себя на месте Хука. И пусть это даже будут удары в защиту. Вот видите, опять он уходил сейчас и получил удар по дистанции. Нагибаться вниз. Нужно поставить очень высокий. Сил потрачено много. И тот и другой боксер подустали. Видно, что целиком выкладываются в ринге оба боксера. Зачем Александр постоянно нагибается? Какой удар пропустил? Несколько подряд пропущенных ударов. Очень тяжелая ситуация сейчас. Последние секунды. ...близких. Вольтарен и Мульгиль проникают. Когда боль в спине атакует. Неплохо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Пока все идет по плану. Да вот срывается Хук. Что он чувствует, что он начинает проигрывать. И сразу такое чувство, как будто Александр стал помедленнее. И выражение лица. Терепи Александр. Кхани. Да. С одной стороны Хук не про то, что бьет. 10 секунд. Восьмого раунда. Закончились во бою из него бойца. Начать этот раунд активно и закончить его. Рефери тоже непросто судить этот бой. Ой-ой-ой. Пропускает Саша. Каждая ситуация заканчивается клинчем. Чаще приходится вмешиваться. Вставать между боксерами. Хорошо. Вот когда... Это намного ярче. Хук не был к этому готов. Передней рукой головы Александра. Да. Теплохо Александр успел развернуться, отойти. В результате. Конечно же, он сможет вернуться в свой вес обратно. Но там уже будет несколько другая ситуация. С немцем Марко Хуком. Активно начинает Саша. Идет в атаку. К желанию. Как-то Александр... Он уклоняется, но не до конца. Им нужно... Получается, что Саша остается в полу позиции. Практически все удары справа нанес. Очень близко дистанции. Поэтому... Именно... Он редко использует джеб. В отличие от обычных своих... Рассечений сейчас Хуком подвозникло. Несколько секунд назад. Надо Павелькину, ну, как десятку в мишени. И постоянно атаковать туда. Вот мы видим сейчас он... Опять уходит. Да, Александр. Потому что он не нарушает чемпионские раунды. Сейчас мы должны с вами посмотреть. Вниз. Нужно уходить. После проведенной атаки в тюрьму. Атакует сверху вниз. Затылок поверхностно. Вот и все. Раунд. Вариант развития событий. Знаете, более спокоен сейчас тренер. Так, неплохо. Два метра каждого друг от друга. Это не поможет ему. Боксеры... Боксировали на одной и той же дистанции. Да. Мне кажется, сейчас помешал судье. Повезь толку, что ли, с темпа. После чего Александр пропустил. Уже. Хороший лево-боковой. Еще и правый. Правый на сей раз. Осталось продержаться. Еще один раунд и 30 секунд. Давай. Вот сейчас, как бы ни было, тяжело, но до победы... Отличная концовка. Это очень важно. И до сейчас. Ой-ой-ой. Вот у старшего боксера, еще и пропустившего сильный удар. Вот сейчас ему как раз пытается льдом убрать активности. И точно попадания к того и другому способу. Отлично. Вот он удар, да. Это уже было... Именно сейчас решится, кто же один из самых ожесточенных, пожалуй, боев за последнее время. Причем не только... Не все получилось у того и другого спортсмена. И Хук сейчас понимает, что если после этого боя... Сумасшедшую просто... Немножко желание пересиливало. Да, вот это Саша. 10 секунд. Ой-ой-ой. Пропускает тяжелейший удар Александр. Итак, бой закончен. Друзья, сегодня мы с вами видели в ринге двух настоящих... Как мы этого хотим, как хочет этого победить. Посмотрите, силы закончились настолько, что Александр сел в угол впервые. Силы. Кулакоми не прыгает на канаты. Глупо это делать, чтобы... Сегодня настоящий взрыв в супертяжелом весе. Начал все-таки он праздновать заранее. Что промоутер зашел. Александр Поветкин. Поздравляем вас. Вот это бой. Настоящая победа. Да, мы победили. Слово обратно, которое он говорил. Насчет того, что Тедди Атлас побоялся приезжать, зная о поражении Саши. Тедди Атлас побоялся приезжать. Спасибо. Спасибо.